Приветствую друзья, это Техмиоаналитика и с вами я, Артур Идиатурин. Тревожные данные у нас вышли по китайской экономике за май. Появились данные по потребительской и производственной инфляции, которые показали, что что бы правительство ни делало в плане монетарных и налогово-фискальных стимулов, экономика пока не может взлететь, не может отскочить успешно после падения. Несмотря на то, что достаточно быстро Китай начал выкарабкиваться из режима самоизоляции, прошло уже несколько месяцев после этого, несмотря на символы, потребительская и производственная инфляция продолжают ослабевать ценовое давление, продолжают падать. Второй месяц подряд это уже происходит. Я вот здесь отметил в прямоугольнике вот эту важную, интересующую нас динамику. Итак, майская потребительская инфляция, она замедлилась с 3,3% до 2,4%. Прогноз у нас составлял 2,7%. Это самый слабый рост потребительской инфляции в Китае с марта 2019 года. Что настораживает еще больше, это то, что рост цен на ресурсы и на сырье упал в мае на 3,7% против падения размером в 3,3% в апреле. То есть у нас продолжает ухудшаться отрицательная динамика в производственной инфляции. Что это значит? Это значит то, что спрос производителей на ресурсы, он снижается и это отражает негативное ожидание этих производителей товаров и услуг. На то, как изменился спрос на их конечные товары и услуги и то, как он изменится. Собственно, снижение потребительских цен дает сигнал производителям товаров и услуг снизить объем производства, пересмотреть планы по производству, что затем негативно отражается, распространяется на другие макроэкономические показатели важные, такие как рост оплаты труда и объем капитальных инвестиций. И это вводит экономику в такой замкнутый круг, грозит такой дефляционной спиралью, потому что это опять снова вызывает снижение потребительских цен и опять внуждает производителей пересматривать планы по производству. В общем, неприятная ситуация, на которую сейчас правительство пытается реагировать, но, как мы видим, пока не очень успешно. Китайские акции, они логично, в отличие от своих оппонентов в других регионах, отреагировали на более слабый, чем ожидалось, релиз вот этих данных по инфляции. Китайский индекс голубых фишек, мы вот видим, сегодня у нас снизился, закрылся он минус почти на половину процента. Позитивной новостью для нефтяного рынка стала остановка добычи нефти в Ливии на крупнейшем месторождении Эль-Шарара мощностью в 300 тысяч баррелей в день. Как стало известно, вооруженная группировка остановила добычу на выходных, хотя вот Ливийская национальная нефтяная корпорация, она планировала увеличить, достигнуть мощности рабочих, которого составляет 300 тысяч баррелей в день, в течение 90 дней. Но пока это не получается, пока Ливий не может запуститься, не может свой вклад сделать в рост мировой добычи, это позитивный сигнал для рынка. Еженедельный отчет Американского института нефти показал, что запасы неожиданно выросли в США на почти 8,5 миллионов баррелей, это произошло ожидание рынка. Рост запасов, он обычно негативно отравляется на нефтяных ценах, так как сообщает о том, что производители в США нефти увеличивают добычу, это негативно воспринимается рынком, так как говорят о том, что конкуренция, да, она снова будет обостряться между ОПЕК, да, между Россией, между США в плане производства нефти. Запасы нефти в Кушинге, они, соответственно, снизились на 2 миллиона, на 2,2 миллиона баррелей. Краткосрочный прогноз от энергетического департамента в США указал на более низкий, чем ранее сообщалось, средний объем, среднюю добычу, средний уровень добычи нефти в США в 2020 году. Он снизился до 11,57 миллионов баррелей в день против 11,69 миллионов баррелей в день в предыдущем прогнозе. Такой прогноз, он последовал за восстановлением относительно производства нефти в США, который вот отражает восстановление цен, да, которые мы наблюдаем в нефти. Дальнейшее снижение нефти, вот, которое, о котором нас сейчас предупреждает энергетический департамент США, он отражает коллапс, естественно, боровой активности, который будет восстанавливаться медленней, и чем происходило сокращение, падение буровой активности составило 70% по сравнению с серединой марта. Это, конечно, позитивный хороший сигнал для рынка, так как говорят о том, что американские производители не смогут резко, достаточно быстро отреагировать на рост цен, что даст в картосрочной, может, даст в среднесрочной перспективе ОПЕК именно преимущество в плане захвата рыночной доли. На сегодня это все. Спасибо за большое внимание. Увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует...